Входить в следующий раунд, в полуфинал, это все, борьба дальше, потом ехать еще дальше на следующий финал, потом в Москву. И в итоге там, когда до главного приза останется буквально вот столько, взять и проиграть. Надо это вам. Поэтому всем, кто сегодня займет второе место, я всех заранее поздравляю, для вас все это удовольствие очень быстро закончится. Но удовольствие будет на самом деле хорошее, потому что тексты очень сильные и очень умные. В первом раунде, первый раунд у нас посвящен 75-летию Великой Победы, потому что чемпионат на Сибирской области проходит уже в завершающемся году. Памяти и славы, посвященному этому важному событию. Но мне кажется, что подобного рода вещи, они вне времени, вне каких-то праздничных рамок и графиков мероприятий. Потому что помнить об этом нужно всегда. И хотя книги о войне читать, наверное, сложно, тяжело, вообще может быть невыносимо. Потому что, поверьте мне, я выбирал тексты, я просто в какой-то момент, меня это настолько накрыло, что стало просто страшно. Но читать эти книги нужно, и нужно, по крайней мере, для того, чтобы не забывать, чтобы почувствовать это ощущение, этот страх, чтобы это никогда не повторилось. Потому что война – это очень плохая штука. Идет она, сами знаете, куда. Ну, первый раунд посвящен военной прозе. Второй раунд. Поэзия Серебряного века. Почему поэзия Серебряного века? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, интересно. В-третьих, Серебряный век, он, понимаете, в таких довольно размытых временных промежутках существовал в русской поэзии. Он начался еще в позапрошлом веке, а в прошлом веке, ну, где-то, наверное, года до 60-го продолжался. Потому что когда-то Асеев умер, там… Ну, в общем. Третий раунд – это зарубежная литература, научно-популярная литература и издательство альпина нонфикшн. Ну, а в финал, до финала дойдем, там поговорим. Итак, все я сделал для того, чтобы Владислав Сапунов подготовился к тому, чтобы начать. Жюри, скажите что-нибудь еще раз. Татьяна. У них микрофон отключен. Микрофон включите там. Нет? Ну, слушайте, без жюри будет сложно. Придется либо всем победить, либо всем проиграть. Справедливо. Сделайте что-нибудь с микрофоном, жюри. Очень хочется его увидеть. Ага, вот, я вижу жюри, кстати. А ну-ка, помашите. Вы слышите меня? Жюри. Татьяна, Илья, Елена. Вы меня слышите? Помашите ручкой. Жюри не слышит меня. И видео отрубили. Молодцы. Так, вырубили опять. Жюри, у вас выключен звук. Отрубили. Выключен. О, ну-ка, скажите мне что-нибудь еще раз. Татьяна. Слышно вас. Нас стоит. Слышно, слышно. Очень плохо. А у вас там, говорят, таблички есть. Можете помахать ими? Таблички есть. Ах, нет. Нет? О, ничего не видно. Кроме того, что чем-то машете. Ладно, давайте будем пробовать. Итак, жюри оценивает технику и артистизм по шестибальной шкале. Высший балл 6, низший балл кол. Техника чтения – это чтобы правильно ставили ударение, а артистизм – это чтобы, даже не знаю, что. Наверное, чтобы понимали содержание. Артистизм – прожить. Что? Ну, артистизм не заявляете. Раз, две стихотворения. И что? Ну, давайте дальше. Ладно. Итак, Владислав Слопунов, поехали. Первый раунд. Борис Васильев. Завтра была война. От подворотни открестилось трое мальчишек. Впрочем, одного можно было бы уже назвать парнем. Двигались они лениво, вращиво, загребая ногами. Куда ты топаешь? Томеска. По делу. Сашка весь сжался, и искра мгновенно уловила его. Может подумать сперва. Старший говорит, как-то неохотно, будто с трудом отыскивая слова. Отошел девчонку, разговор есть. Назад! Звонко выкрикнул искра. Искра, сами катитесь в свои подворотни. Что такое? Насмешливо протянул парень. Прочь с дороги! И прообъемно руками толкнул парня в грудь. От толчка парень лишь чуть покачнулся, но тут же оступился в сторону. Искра сплатила растарная сменка за руку и потащил за собой. Ну гляди, бомбовоз, попадающийся нам, наплачется. Не оглядывайся, прокрикнул искра. Волоча стамескина. Они все труды несчастны. Спасибо. Оценки, пожалуйста, техника и артистизм. Татьяна. Два, техника. Артистизм. Два. Два, два. Олег Лива. Злое жюри. Вот это мне нравится. Илья. Техника три, артистизм два. Три, два. Елена, ваши оценки. Техника два. Артистизм три. Яна Кириллова. Яна Кириллова. Яна. Быков. Альпийская баллада. Ветер гнал и гнал бесконечно. Космы тумана. Куртка на Иване оцерела. Дождь то и дело сотрясала тело. Он часто оглядывался, начиная сомневаться. Найдет ли сумасшедший оставленный хлеб? Появилось даже желание вырнуть, вернуть, забрать этот кусток и съесть самому. Чтобы как-то отделаться от навязчивых мыслей, он быстро зашагал дальше. Вскоре они обошли гигантский выступ, который окаменевшим птичьим хвостом торчал в небе. Взобравшись выше, вдруг туманное облако перед ними разорвалось. И беглецы увидели впереди голый каменистый склон и вбегавшую в него тропку. Не круто, петляя по камням, она куда-то вела наискось по склону. Тропинка была не очень заметной в этом нагромождении скал. Но все же они сразу увидели ее и обрадовались. Иван первым ступил на нее, оглянулся назад. Там, среди пряди тумана, по-прежнему мелькали мрачные скалы пропасти. Кое-где проплывали сизые облака. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Техника, 3, артистизм, 3. Илья. Техника, 3, артистизм, 3. Елена. 3, 3. Спасибо. Анна Нейфельд. Маленькая. По возрасту совсем близко. Она первоокурсная. Она не гнушалась никакими самыми подлыми средствами. Принесе подавить упорство осаждет. Захватив госпиталь и перебив находившихся там больных, группа автоматчиков надела больные халаты и попыталась перебежать в центральную крепость через мост у холмских ворот. Но бойцы Фомина успели разгадать этот маскарад. И попытка была сорвана. В другой раз, атакуя на этом же участке, солдаты противника погнали перед собой толпу медицинских сестер, взятых в плен в госпитале. А когда наши пулеметчики огнем с верхнего этажа козаром отбили и эту атаку, гитлеровцы сами перестреляли женщин, за спинами которых им не удалось укрыться. Во время штурма Восточного фронта фашисты выставили впереди своих атакующих целей шеренгу пленных советских бойцов. И защитники форта слышали, как эти пленные кричали. Стреляйте, товарищи! Стреляйте! Не жалейте нас! Спасибо! Илья! 5-5 5-5 Елена 4-4 Татьяна 4-4 Анжелика Вахутина 5-5 Татьяна 5-5 Татьяна 6-5 5-5 Татьяна 5-5 Татьяна Татьяна 6-5 Татьяна 6-5 Татьяна 6-5 Татьяна 6-5 Татьяна 7-5 Спасибо. Не очень хорошо было слышно, но, мне кажется, понятно. Елена. 3-2. 3-2. Татьяна. 3-3. Илья. 4-5-4. 4-5. Вот так, мнения разделились. Ольга Журавлева. Подождите. Зоя остановилась. Билла ее полушубок. Ее лицо сливались в тени с глубокой синевой снега, на крутом откосе. И очень темными были глаза, поднятые к светлеющей полосе зарева под берегом. «Если прорвутся», — повторила она, и подождав Давлатяна, спросила без всякой видимой связи. «А вы, Давлатяна, совсем не боитесь умереть?» «Почему я должен бояться умереть?» «У вас невеста, и вы, наверное, похожи на свою невесту. Она такая же милая, как вы. Милая кошечка, правда?» «Это не имеет значения», — насупился Давлатяна. «Совершенно не имеет». «Для чего вы говорите, что я милый?» «Я вовсе не милый. И при чем здесь кошечка? Я не люблю кошек. У нас не было дома кошек. Никогда». «А вы где жили? В Армении? Там учились в школе?» «В Свердловске. У меня отец армянин, мама русская. Ни разу, к сожалению, не был в Армении. Язык даже не знаю. А скажите, Давлатяна, если это можно... Как же называть вашу невесту? Наверное, Наташа или Зина. Я не угадала? Мурка. Кошка-мурка. Кс-кс-кс. Вот и все». «Спасибо, Татьяна». «Три-три». «Три-три, Илья». «Четыре-пять». «Четыре-пять». «Елена». «Три-три». «Три-три». «Анастасия Кавтоенко». «Бою под Кристиановской наших войска набили табун танков. Я, как связист, был в пехоте с командиром, огневиком на корректировке огня. Когда бой прекратился и малость стемнела, я одним из первых ворвался в ряды противника и в трех на сгоревших немецких танках вырезал кожаные сиденья. «Кожу с сидений я отдал одному нашему огневику, тайно занимавшемуся в холодных условиях сапожным числом. Зарабатывающему право не копать, не палить, орудия не чистить, только обшивать и наряжать от тихо». «Бойцы нашей бригады в немалом числе уже щеголяли в дырных сапогах, а я все шлепал вперед-назад в ботинках-скороходах». Какая война в ботинках с обмотками, особенно осенью, кто воевал, тот знает. Кожу из танка хватило бы на четверо сапог, а наш... А наш сапожник, производивший тройной, если не четвертной, обмен кож на гвозди, подковы, шпильки, стельки и, главное, подметки, и все это на ходу, и в движении, и в битве. Сначала у меня такие сапоги, что весь наш взвод. Ах, ну! Спасибо! Елена? Четыре? Четыре. Четыре-четыре. Татьяна? Четыре-три. Четыре-три. Илья? Пять-пять. Вот так вот. Самый добрый член жюри. Понятно, кто. Матвей Бородин. Да, сейчас. Так. Однажды на перемене в советском посольстве на Унтерден Линде Штирце, беседуя вместе с Шелленбергом, с молодым советским дипломатом, хмуро, по своей обычной манере, слушал дискуссию русского и шефа политической разведки. Оправить человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секрета и апостольства, дикарскую требуху. В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доктален и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор. Светит фарами, подумал он, присматривается к противнику. Характер человека лучше всего узнать в споре. Это Шелленберг умеет делать, как никто другой. Если вам все ясно в этом мире, продолжил Шелленберг, тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулетов. Но все ли это так уж ясно? Я имею в виду не диалогию, но физику, химию, математику. Спасибо. Спасибо. Татьяна. Я, я. Илья. 6-5. 6-5. Елена. 5-5. 5-5. Дана Красникова. Не слышно, да? Нет. Нет. Нет проблемы со звуком. Эй, ты кто? Стой? Стой? Нет, не слышно. Не слышно вообще. Дана, попробуй пока, сейчас тебя пока пропустим, попробуй там что-нибудь настроить, но так как ты там, у тебя просто пропадает все. Кроме одного первого фразы вообще ничего не слышно. Да, если я вообще служу, если она служу, если она служу, если она служу, если она вообще... Попробуй, Дана, попробуй выйти и опять зайти в трансляцию. В эту... Екатерина Мурзова. Константин Воробьев, убитый под Москвой в половине третьего, из-за рва ворвали снаряды. А ровно в пять, когда она отдал приказ привести взводы в боевую готовность. Наверное, вернулась разведка, подумал Алексей. И с него мгновенно слетала та продрогла цепеневшая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отзывения, отдыхающие в крайних избах. Еще днем, когда пусанты плотно попали к их собственному принру и вдруг своим местам в окопе. Тогда каждый был от друга на расстоянии в полметра, в полметра. Теперь же 52 человека образовали слипную изливистую шеренгу и толкая локтями и гремя винтовками не думали разойтись попросторнее. Спасибо. Илья? Четыре-пять. Четыре-пять. Елена? Три-три. Три-три. Татьяна? Два-два. Два-два. Опять у жюри закрылось это вот... Я не знаю даже, как это назвать. Ирина Рожкова. Капитан громко храпел на верхней полке, прикрыв лицо газетой. От его храпа то поднимался, то отпускался к краю газеты. Курсанта уже не было. Значит, вышли, пока он спал. Замерзли ноги, она постукивала ими одна, другую. Но это не помогало. В чемодане у нее были шерстяные носки, толстая вязка. Но с багажной полки ей одну чемодан не снять. А просить учительницы она стеснялась. Вот если б сидел тут Лев Михайлович... Она представила, как скитается он где-то по холоду В своем потрепанном, демиссисонном пальто. Вдохнула. Поезд на полке уронулся и, набирая скорость, Застучал на стыках колесами. Полтовчанки засуетились. Вынесли было вещи в коридор и, если не пустят в город, Потом та, что помоложе сказала. Хани пустят. Вернемся. Поедем до другого места. Работать везде можно. Спасибо. Илья? 4-4. 4-4. Елена? 5-4. 5-4. И Татьяна? 4-4. 4-4. Ну, Дана у нас так отключилась и обратно не подключилась. Я смотрю, да? А, да. Ну, тогда, видимо, либо она потом подключится и будет все скопом читать, Что не очень, конечно, хорошо. Ну, либо дальше без нее. А сейчас... О, вот, заходит. Заходит. В тот самый момент. Сейчас. Тогда подождем, да? Да. Дана, ау? Дана? Дана, попробуй без звука. А, вот. Вижу. Ну-ка, скажи что-нибудь. Сейчас слышно. Слышно. Ну, давай. Но у меня в чате нет еще. Сейчас будет. Все, появилось. Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Пистолет дрожал в его руке. Оттеревеневший от ползания. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона. В это время из кустов раздался взволнованный детский голосок. Эй, кто ты? Дочь? Штейш? Эти странные слова насторожили Алексея. Но кричал, несомненно, русский и несомненно, ребенок. И что ты тут делаешь? Спросил другой детский голосок. Кто? Ответил Алексей и смог, пораженный тем, как немощен идти в круг его голосок. За кустами его бросить произвел переполох. Там долго шептали, жестикулируя так, что метались веточки со снега. Ты нам шарики не крути, не обманешь. Я немца за пять верст по духу знаю. Ты есть дочь? А вы кто? А тебе по что знать? Не в штею. Я русский. Врешь. Лопни глаза. Врешь, фриц? Я русский, русский. Я летчик. Меня немцы сбили. Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами свои русские, советские. Спасибо. Татьяна. Пять, пять. Илья. Пять, пять. Пять, пять. Елена. Четыре, четыре. Четыре, четыре. Ну вот не зря переподключалась, надо сказать. Ну что, после первого раунда традиционно слово жюри. Давайте послушаем, что думают наши уважаемые члены жюри. И, может быть, они дадут какие-нибудь добрые советы. Татьяна Николаевна, давайте с вас. Давайте. Спасибо. Уважаемые участники, вас приветствую. Необычная форма такая, диалога в режиме онлайн. Всех поздравляем с попыткой прочитать прозаимский текст. У кого-то получилось лучше или хуже. Приятно учить учеников своих студентов. Кто постарался получше, у кого, может быть, не очень получилось. Не отчаивайтесь. Еще у нас два раунда впереди. Спасибо. Спасибо. Илья Игоревич, теперь вы. Да, мне есть у нас. Лучше. Вот это правильно. Елена Алексеевна. Ребята, вы на самом деле большие молодцы. Вы все стараетесь, это очень видно. И принимается тех, даже по видеосвязи, нормально. Мы его слышим, понимаем, ну и оцениваем. В дальнейшем вам эффекта переходим во второй раунд. Итак, второй раунд с поэзией Серебряного века. С поэзией есть такая закономерность. Те, кто хорошо читают стихи, обычно плохо читают прозу. И наоборот. Поэтому очень часто таблица после второго раунда переворачивается с ног на голову. Но начинаем мы сейчас с товарища, который набрал больше всех баллов в раунде первым. Это Матвей Бородин. Итак, Матвей Бородин и поэзия Серебряного века. Александр Блок. Пускай надежды все напрасны, но там, в далекой суетной земли, его лучи горят прекрасно. Спасибо. Какие аплодисменты. Татьяна, ваши оценки? За технику 5, за 5, за 6. 5-6, Илья. 5-5. 5-5. Елена. 5-6. Владислав Забунов. Иван Бунин. Затрепетали звезды в небе, и от зари, и за аллей, повязал чистый легкий ветерок, весенней свежестью полет. К закату, точно окреленный, спешу за ним, и жадно грудь его вечерней ласки ищет, и счастье в жизни потонут. Не верю, что умру, устану, что навсегда в земле усну, нет, упоенный счастьем жизни, я лишь до солнца отдохну. Спасибо, Илья. 3-3. 3-3. Елена. 3-2. 3-2. Татьяна. 3-4. 3-4. Яна Кириллова. Марина Цветаева. Жди вопроса, придумывай числа. Если думать, то где же игра? Даже кукла нахмурилась кисло. Спать пора. В зале страшно. Там ведьмы и черти появляются все вечера. Папа болен, мама в концерте. Спать пора. Братец шубу надел наизнанку, Рукавицы надела сестра. Но устанешь пугать гувернантку. Спать пора. Ах, без мамы ни в чем нету смысла. Приуныла в углах детвора. Даже кукла нахмурилась кисло. Спать пора. Спасибо. Елена. 4-3. 4-3. Татьяна. 4-5. Илья. 4-4. 4-4. Екатерина Мурзова. Анна Ахмадовна. Целый год ты со мной не разлучен, А как прежде и веселый юн, Неужели же ты не измучен Смутной песен заправленных струн, Тех, Кто прежде Туги, Извенели, А теперь только стонут слегка, И моя их терзает Бесцелье Восковая Сухая рука. Верно. Мало для счастья Надо тем, Кто нежен и любит светло, Что ни ревность, Ни гнев, Ни досада Молодой Не тронет Четко. Тихий, Тихий И ласки не просит, Только долго глядит на меня, И с улыбкой блаженной Вносит Страшный бред Забыть я. Татьяна? Понятно. 4-4. 4-4. Илья? 4-5. 4-5. Елена? 4-4. 4-4. Анжелика Ватутина? Боюсь по сторонам. Я клавишу Попормил сутки. Под хлопами крыльев Блеск Как ответ. Я вытянулся, Я встала на свете. Рукав завернулись, Ночь сирлась локоть. И было темно. Это был пруть И волны, И птицы из природы И у вас. Казалось, Скорее умерзняться, Чем угры. Угры. Приклюплены, Черные, Средские клювы. И это был пруть, Это было темно. Пытали, Кубышки спал Ночный лёгтем, И было волной Отхода на дно Улотки. И грозились И ночь И ночь Полоскалась Возьм Затут Казалось, Вокальнице Смерть И накормили И самки Скорее Смерть Спасибо, Илья. 3-4 3-4 Елена 3-3 Татьяна 3-3 3-3 Ольга Журавлева Секунду. Игорь Северянин Из лепестков Цветущих Розово-белых Яблонь Чай подала На подносе Девочка Восьми Шли на посев Крестьяне Бегало Солнце Пограблял Все указав На галку Баба сказала Возьми Была кругом Раздольно Была повсюду Майна Как золотилась Зелень Воздух Лазурно Крылат Бросилась Я с плотины Как-то Совсем Случайно Будто Была Нагая Низ головой В водопад И потеряв Сознание От высоты Падения Я через Миг очнулась И забурлила На мыс Я утопляла Солнце Плывал Целый день Я И на расте На ферме Жаднопилая Кумыс Спасибо Елена Два-два Два-два Татьяна Три-три Три-три Илья Три-три Три-три Анастасия Ковтоенко Николай Гемелёв Плавал Уверь мне Я не обманул Но помни Молвил умный дьявол Он на заре Пошёл ко дну Спасибо Татьяна Четыре-четыре Четыре-четыре Илья Пять-пять Елена Четыре-пять Четыре-пять Ирина Ирина Рашкова Четыре-четыре 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 Анна Нейфельд Ирина Четыре-четыре Сполняется Кост Прохлады Учернее Пахнет Вдалек Намирающий Голос И в бездременье Грусно Зовёт Зовёт Он тревожно Невнятно Туда Где Воздушный Черток От тучи Скользящие Пятна И Над Нивой Плывут на восток. Закат полосою багряной пледенит вдали за горой. Шумит лучезарное пьяное. В круг нас океан золотой. И мир догорая пирует, и мир словословит отца. А ветер ласкает, целует, целует меня без конца. Спасибо. Елена. Пять-четыре. Пять-четыре. Татьяна. Четыре-четыре. Илья. Четыре-четыре. Четыре-четыре. Данна Красникова. Валерия Брюсов. В серебряной пыли полночная влага пленяет отдыхом усталые мечты. И в зыбкой тишине речного саркофага отверженный герой не слышит клеветы. Не проклинай людей. Настанет трепет, стоны. Вновь будут искренне молитвы горячи. Смутится яркий день. Солнечная корона Заблещут по тьме священные лучи. Спасибо. Илья. Четыре-четыре. Четыре-четыре. Елена. Пять-четыре. Татьяна. Пять-четыре. Пять-четыре. Второй раунд закончился. И опять его выиграл Матвей Бородин. Сейчас сразу же не приходя в сознание переходим к раунду третьему. Научно-популярная литература издательства Альпина Нонфикшн. И сейчас у нас определится первая тройка тех, кто выйдут в финальный раунд. Начинаем опять с Матвея. Что же делать? Нечего выигрывать. Лоуренс Красс. Вселенная из ничего. Почему не нужен Бог, чтобы с пустоты создать Вселенную? Поэтому картина Большого взрыва Вселенной предсказывает, что должна быть изученной, идущая ко мне во всех направлениях, от той поверхности рассеянной, поскольку Вселенная с тех пор расширялась примерно в тысячи раз. Излучение на пути к нам остыло, и теперь имеет температуру около 3 градусов, выше абсолютного нуля. И это именно тот сигнал, который обнаружили два незадачливых ученых в Нью-Джерси в 1965 году. Из открытия, которые поздно они были удостоены Нобелевской премии. Вообще-то, совсем недавно была присуждена вторая Нобелевская премия за наблюдение космического микровол нового фонового излучения. И не зря. Если бы мы могли сфотографировать поверхность последнего рассеяния, мы получили бы картину новорожденной Вселенной в возрасте всего лишь 300 тысяч лет от ее возникновения. Спасибо. А оценки? Татьяна? Пять-пять. Пять-пять, Илья? Четыре-четыре. Четыре-четыре. Елена? Пять-четыре. Пять-четыре. И 90 баллов набирает Матвей Бородин. Вот на это число и будем сейчас ориентироваться, чтобы понять, кто выйдет в финальный раунд. Анжелика Ватутина? Джеффри Кутер Аполлон-Бородин. Захватывающая история поета в Луне была еще одна. Фур против малокомотивления. Проблема, связанная с Советским Союзом, гибель от панипажа Аполлона-Родина. Казалось на космических делах обоих сторон. Впрочем, в день пожара садапинский посол Анатолий Закрынин, питавший любовь ко всему связанному космическому, независимо от этой лемы, написанной вошли, будто сердце молот или звезды волосатых мак присутствовал на пленке в Белом Доме, где праздновали подписание документа известного как договора о космосе. Хотя его полное название было договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. первым его будет писать в США Республикания и СССР. Договор мог присоединиться и вклад в Афган 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 спасибо. Илья 222 222 Елена 12 Опа Татьяна 23 23 51 балл у Анжелики Ольга Журавлева Секунду Ли Олан Дугаткин Людмила Трут Как приручить лесу и превратить ее в собаку Беляев жалел только об одном Он хотел написать книгу говорит Людмила Это было его заветным желанием написать одну книгу об домашней причем научно-популярную Ему хотелось рассказывать истории поведать обычным людям всем и каждому Какие процессы лежат в основе демистикации Почему нас окружают домашние животные и почему они стали такими какие есть Беляев часто говорил об этом замысле Людмиле и другим коллегам но особенно укрепился в своем намерении услышав одну историю про Пушинку За много лет до этого Людмила рассказала ему как Пушина только-только родившая лисят принесла их и положила к ее ногам Когда Беляев услышал эту историю говорит она он был так удивлен так озадачен и так заинтригован что сразу решил что мы должны написать популярную книгу и рассказать об этом людям Спасибо Елена 4-4 4-4 Татьяна 4-3 4-3 Илья 4-4 4-4 60 баллов И пока Ольга на втором месте Дальше Владислав Сапунов Роберт Сапольский Биология добра и зла как наука объясняющая наши поступки На свете что интересно есть вид животных среди них приметы бонобо лемуры ингрунки тамирины капские дамы гризуны которые сами социально доминируют и ведут себя агрессивнее самцов часто они физически сильнее Самый известный пример социальной гедерной инверсии это пятнистые гиены их исследовал Лоренс Франк с коллегами из Калифорнийского университета в Берлике У типичных социальных хищников львов например охотятся самки а самцы только спускаются к ужину и им достается первый кусок У гиенжи охотятся находящиеся в подчинении положенцы семни самки затем отгоняют их от добытой еды и предоставляют детенышам возможность насытиться первыми спасибо Татьяна 4 3 4 3 Илья 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 54 балла следующий следующая Ирина Яна Кирилова Мэри Бирд цивилизация образы людей и богов в искусстве от древнего мира до наших дней до наших дней дошел лишь голый остров древнего храма а точнее даже других религиозных сооружений которые размещались в этом строении в более поздние времена эта часть его истории гораздо более долгой обычно оказывается в тени образа роскошного храма Афины но он простоял много веков сначала превращенный в христианскую церковь а во времена Османской империи в мусульманскую мечеть один английский путешественник в 1675 году назвал его самой прекрасной мечетью в мире еще один претендент на это звание и если верить описаниям современников несмотря на исламские запреты там еще стоял или классические статуи парадоксально что своим сохранением языческой Парфенон обязан обращению в христианство и ислам и каждая из этих религий находила себе подходящее обиталище и несомненно символ своего господства захватывая священное пространство предшественников спасибо Елена 4-3 4-3 Татьяна 4-3 4-3 и Илья 3-3 3-3 62 балла сейчас Яна на третьем месте но еще 4 человека у нас не читали посмотрим что они начитают Екатерина Мурзова Стив Бруссати Время динозавров новая история ящеров когда ученые изучили окаменелости в безопасности местного музея и стали собирать кости воедино они сразу поняли насколько невероятно новое открытие это была не просто мишанина случайных костей а почти помнит скелет хищного динозавра одного из огромных острозубых великанов которые конечно играют в злодеев фильмов и документальных телепередачах скелет проходил на знаменитого динозавра с другого конца света великого тиранозавра выскавшего в лесах Северной Америки примерно в то же время когда формировались красные скалы ганчжоу которые скопал машинист экскаватора во время закладки фундамента все сошлось перед ними азиатский тиранозавр в свирепле правительства мира возрастом 66 миллионов лет с густых липких от влаги джундлей в которых среди праздников сосен и хвойных деревьев тут и там попадались болота и ямы с бучим песком спасибо Татьяна 3-3 3-3 Илья 4-4 4-4 Елена 4-3 4-3 65 баллов у Екатерины она сейчас на третьем месте преследователи Анна Нейфельд Брайан Китинг Гонка за Нобелем История Аксомологии Амбициях и высшей научной награде Нам некогда было скучать К тому же на станции не было чем заняться помимо работы В свободное время пытался гонять накачать мышцы в тренажерном зале гонял мяч с аспирантами на баскетбольной площадке играл в настольный теннис с сантехниками и профессионами Мы часто обсуждали чем каждый из нас планирует заняться на большом отпуске который полагался нам по возвращению со льдов Я рассказал что пытаюсь совершить туристический поход по южному острову Новой Зеландии называющемуся своей сказочной природой и мне тут уже не давали массу полезных советов на станции царил дух подлинного товарищества Мне казалось такой же дух братства должны ощущать моряки на корабле Недарова именно ВМС США построили первую постоянную станцию на Южном полюсе в далеком 1956 году Спасибо Илья 5-5 5-5 Елена 5-5 Татьяна 5-4 5-4 80 баллов 2-е место 2-е место на данную секунду 2 человека могут вмешаться в окончательное распределение мест в финале Данна Красникова 2-е место Тулган Ван Гуде Тяжелый случай записки хирурга Сколько труд себя помнила она легко краснела или когда другие водители сигналили ей на дороге Казалось бы странно что такой человек захотел оказаться перед телекамерой но Друду всегда боролась всегда боролась с привычкой смущаться В старших классах она была чирлидером входила в команду по теннису и была избрана в свиту королевы выпускного бала В преде играла в теннис занималась командной греблей и к выпускному курсу вошла в студенческое сообщество Фибета Капа Спасибо Оценки пожалуйста Елена 4-3 4-3 Татьяна 5-4 5-4 Илья 4-4 4-4 78 баллов На третьем месте оказывается Данна Красникова Осталась одна участница Анастасия Ковтоенко Черчиль и Орель Битва за свободу Это была пора когда Орель малозаметная пока фигура в британской жизни стоял на пороге величия Черчиль тем временем начал падать с вершины власти сталкиваясь с мрачными реалиями послевоенного мира Оба они наблюдали возвышение американцев которые поначалу слабо проявили и заставили недооценивать себя войны Недисциплинированность американских войн беспокоила лучше обученных британских коллег там где мы каждую ночь выставляли почетный караул они стояли опершись на винтовки жевали свою жвачку курили и в целом выглядели совершенно не по-военному вспоминал британский военнослужащий спасибо Татьяна 3-3 3-3 Илья 4-4 4-4 Елена 3-4 3-4 не простили Черчилля с Руэллом 90 баллов Матвей Бородин 80 баллов Анна Нейфельд и 78 баллов у Данны Красниковой вот она наша первая тройка которая сейчас и зарубится за первое место за выход в следующий этап за звание чемпиона Черепановского района немножко о правилах они меняются не нужно оценивать технику и артистизм хватит баловство это все просто общее впечатление от того как ребята прочтут каждый по своему стихотворению высшая оценка 3 низшая оценка кол посередине двойка но двойки вам ставить не привыкать мне вообще нравится сегодняшнее жюри когда когда жюри ставит двойки это гораздо лучше чем когда ставят сплошные пятерки по-моему это воспитывает воспитывает поэтому сейчас сейчас правило высшая оценка тройка низшая оценка кол одну оценку можно использовать только один раз нельзя поставить всем трем тройки ой какие они хорошие но это не про вас нельзя поставить всем трем колы фу никто читать не умеет нельзя одну оценку одному человеку сначала все трое читают а потом оценки а потом я вас еще помучаю для финального раунда мы выбрали опять-таки стихи связанные с великой отечественной войной стихи поэтов фронтовиков некоторые из них сложные некоторые очень сложные кому-то может достаться длинное стихотворение кому-то короткое это все на удачу начинать опять придется с того кто набрал больше всех баллов а это как известно Матвей Бородин прежде чем Матвей начнет я хочу рассказать об одной примете не очень хорошей для Матвея обычно когда вот так какой-нибудь из участников в одну калитку выносит всех остальных предварительных раундах он проигрывает в финале мы даже статистику такую пытались посчитать ну там ну там бежать и уют сейчас уверен я что не убьют должно быть после одолев беду от свиста птиц на земь упаду спасибо анна нефильд сейчас все начинают потом оценки давид самоилов широкове сороковые роковые военные где извещения похоронные сушки эшелонные где гудят накатанные рельсы растворно холодно и погорельцы погорельцы качают запада к востоку а это я на полустанки твоей замурзанной ушанки где звездочка не уставная а вырезанная из банки да я на белом свете худой веселый и задорный и у меня табак в кисете и у меня мундштук наборных я с девчонкой балагурю больше нужного хрома пальку на 2 ломаю понимаю как это было как совпала война и да мечта и юность и это все меня запала и лишь потом во мне очнулось сороковые роковые свинцовые пороховые война гуляет по россии а мы и молодые спасибо спасибо дана красникова борис луцкий история над нами пролилась я под ее ревущим ливнем вымок я перенес размах ее и вымок я ощутил торжественную власть эпоха разражала пропал звук дана нет нет звука нету нету звука но надо что-то сделать со звуком и видимо надо будет да не заменить стихотворение потому что ну чтобы по-честному все было попробую еще раз выйти зайти здесь вот сейчас надо звука нет нету звука свет там какой-нибудь резервной папки стихотворение дай новое а это а это утащит подождем что там жюри происходит я не могу понять это хорошо это хорошо ну сейчас дождемся дождемся нет нет сейчас свет эти скажу где взять ну вот хорошо классно 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 молодцы ну вот хорошо ну вот хорошо О, Дана заходит. Дана. Тебя не видим, не слышим. Но сейчас, я думаю, увидим и услышим. Так, звук включи. Скажи что-нибудь. Слышно? О, отлично. Да, да. Лови новое створение. Дмитрий Кедрин. Седой военный ходит под боченец. Штабный вагон, исписанный мелком. Рыжебородый, тощий ополченец по слякоти шагает босиком. Мешком висит шинель. На нем блестит звезда на шапке меховой. Глухим, зловещим, непрерывным гулом гремят орудия где-то под Москвой. Проходит поезд на платформах танки. С их башен листья блеклые висят. Четвертый день на тихом полустанке по новобранцам бабы голосят. Своих болезных, кровых, богом данных. Им провожать на запад и восток. А беженцы сидят на чемоданах. Ребят качают, носят кипяток. Куда они? В Самару? Ждать победу? Или умирать? Какой не дай ответ, мне все равно. Я никуда не еду. Чего искать? Второй России нет. Спасибо. Ну что, сейчас помучаю жюри. Во-первых, наошибались все трое. И чисто из арифметически тут нужно выбирать даже не того, кто лучше прочитал, а того, кто меньше наошибался. Я так думаю. Но меня, к сожалению, никто не пращивает. Я что, сижу тут, говорящая голова? Я прошу членов жюри отвечать только на мои вопросы. На все остальные вопросы, которые зазвучат у вас в голове, не отвечайте. Вот я задал вопрос. Какой сегодня день недели? Не нужно отвечать 48. Нужно говорить четверг, да? Татьяна Николаевна, за что вы поставите тройку? За проживание текста, который ребенок видит первый раз, и он его уже почувствовал. Хорошо. Илья, кому кол? А не месяц. А не кол. Ну, в общем, может быть. Но, ладно. Елена Алексеевна. Да? А что вы поставите Матвею? А я поддержу интригу. Я вас спрашивал, что вы будете делать. Я вас спрашивал, что вы поставите Матвею. Матвею. Три. Три. Хорошо. Татьяна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У нас с вами без оценок осталась Данна Красникова. Ей пришлось мучиться дважды сегодня победить микрофон. Причем первый раз была такая ситуация, когда она могла вообще вылететь из борьбы из-за этого микрофона. Да, да, да. Да, да, да. Но это не должно никаким боком повлиять на ваши оценки, понимаете, да? Нет, никаким боком. Никаким боком. Тут вот у вас написано, мне очень понравилось, руководствоваться своей совестью и пониманием грамотного русского языка. Вот я точно руководствуюсь своей совестью и пониманием грамотного русского языка. И что же вы поставите, Даня? Даня? Два. Два. Пара, значит. Хорошо. Ну, это не пятибалльная отметка, да, это балл. Какая разница? Двойка, она абсолютная двойка, а не относительная. Илья? Да? Ну, вот я заметил такую тенденцию, что в основном, опять-таки, в основном, девчонкам выставили оценки выше, а парням ниже. Поэтому, поэтому я хочу, вот сейчас не знаю, что сделать. Я, получается, с Еленой поговорю, вот. Елена, у вас осталась двойка и кол. Скажите, пожалуйста, кому вы поставите двойку и, может быть, подарите человеку надежду? А кому поставите кол и окончательно похороните? Двойку, Дана. Двойку, Дане. Понятно. Аню погубили. Даже не знаю. Опять вернуться к Илье или с Татьяной поговорить. Вот есть... Ладно, Илья. У вас осталась тройка и двойка, и остался Матвей и Дана. Да, все верно. Вот по вашей логике, такой вот, на бесконечности, понятно, что вы поставите сейчас двойку одному участнику. А второй участнице... Ой. А на самом деле как? А я очень непредсказуемый. Ну-ка. Дане тоже поставил двойку. Дане двойку. Все зависит от Татьяны. От ее совести и понимания русского языка. О, да-да. Так, ну и что ваша совесть? Кому ваша совесть говорит тройку поставить? Ну, нашему лидеру. Лидеру, значит. Владимир Владимировичу тройку? Да. Вот так вот, то есть, да? Вот так вот. То есть вы оценили президента на три. Хорошо. Вы знаете, все записывается. Итак, девять баллов. То есть Матвей попал в те самые сорок процентов, которые, выиграв три предварительных раунда, выигрывают и финальный. Ну, что ж. Давайте, наверное, сейчас дадим слово жюри по очереди. Что-нибудь такое напутственное. Ну, а потом тронная речь победителя. Всем остальным рекомендую не расстраиваться. Ребят, это игра всего лишь. Ничего в ней серьезного нет. Буквально вчера прочитал книжку, где как раз очень важное внимание уделяется различиям между игрой и серьезностью. Поэтому всех поздравляю, всем спасибо. Татьяна Николаевна, ваше слово было решающим. Хотя на самом деле от него ничего не зависело. Что вы скажете сегодняшним участникам, что пожелаете? Ну и вообще Слушайте, меня похвалите. Ой, ну мы уже, во-первых, вам послали привет из Сибири. Питер, мы вас любим. Какой Питер? Я в Москве. На болото не надо меня вот на эти вот. Ну, ладно. Во-первых, всем участникам большое спасибо. Попытка такая вот заявить о себе, это всегда здорово. Наверное, все-таки покорили те участники, которые имели так называемую харизму и уже хорошо читающие, понимающие текст. Они имеют опыт в этой работе. Ну, а остальным, кто не вышел и не победил, конечно, нужно читать. Очень много. А самое главное, слушать, как вы читаете, как читают и говорят другие. Потому что очень много речевых ошибок и недосчетов. Ну, это требования, это нормы русского языка. От них мы не отстухим. Спасибо. Илья, а вам что понравилось, что не понравилось? Ну, я скажу так, что все участники в чем-то, в каком-то раунде оказались сильнее, в каком-то раунде слабее. В целом, все читали достойно. Все молодцы. В общем, мне очень понравилось. Что пожелаю, посоветую. Соглашусь с предыдущим членом жюри, что читайте больше. Просто для себя читайте, читайте. Узнавайте мир через книги, чтобы не делать каких-то ошибок в таких простых, очевидных словах. Не знаю. В общем, читайте, и все у вас получится. Спасибо. Спасибо. Ну, и Елена Алексеевна. Да, я хочу сказать всем огромное спасибо. Я сегодня получила настоящий такой эмоциональный взрыв. Приятно было послушать всех, оценить ребят работу. Они действительно сегодня провели колоссальную, я считаю, работу. И заметьте, у нас сегодня было всего два парня из всех девушек. И они постарались и приняли участие в таком конкурсе, что достаточно редко, я считаю. В основном девочки принимают участие. Поэтому у нас есть... Да? Действующий чемпион пацан. Действующий чемпион пацан, да. Всем здоровья, конечно же, и дальнейших же успехов. Спасибо. Ну, и тронная речь чемпиона Черепановского района. Матвей, прошу. Ну, честно говоря, я когда заходил сюда, я думал, ну, проиграю на первом раунде, да и ладно, и пойду по своим делам. Но как-то такого не ожидал. Ну, как бы я думал, что я читать вообще не умею, но мне достались такие тексты. Как мне показалось, это не очень трудно было. Даже с моей техникой чтения можно было прочесть. Спасибо. Ну, всем дипломы пришлем. Значит, там в электронном, правда, виде. Вот. Матвею придет книжка еще от Альпины. Ждите подарков. Всем спасибо. Ну что, Новосибирская область открылась в Черепановском районе. Дальше будет еще веселей. Спасибо. 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 И, по-моему, которые, вели, 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 вели... Продолжение следует...